А имя Отца и Сына и Святого Духа! Мы читали сегодня из посланники евреям о том, как вот был построен храм Иерусалимский, и как до его строительства была скиня молитвы, которой вот когда избран народ израильтяне, они странствовали по пустыне, они всегда брали с собой вот такую скиню, где хранились, скрижали вот с законом Моисея. И апостол нам объясняет, что была устроена эта скиня так, что была первая скиня, куда хранились хлебы и так далее. Внутри нее была вторая скиня, которая называлась «Святой и Сытых», и туда входил только один раз в год первосвященник. А затем он объясняет, что Христос есть настоящий первосвященник, но он вошел не в такую скиню, которую сделали люди, а в нерукотворенную, то есть в скиню, которую делал сам Бог. И при том вошел он не с кровью козлов или тельцов, как это делали священники тогда, но со своей кровью. Таким образом он есть и священник, и жертва. Кроме того, он вошел один раз и навсегда, однажды, только за всю историю. Это чрезвычайно важно. И мы, как христиане, не должны забывать о том, что единственный посредник между нами и Богом – это Бог и человек Иисус Христос. Он есть священник, единственный священник. Он всегда служит в службу, даже в божественную литургию, когда мы собираемся, каждый день, когда она служится в любом храме, на самом деле ее служит сам Христос. Потому что он один раз и навсегда пожертвовал собой, умер для нас. Вот о чем мы вспоминаем во время Великого Поста, вот идя навстречу празднику Пасхи. Но сегодня праздник Пресвятой Богородицы, похвала Богородицы. И потому полагается это чтение апостола, потому что вот в этой скине, в этом храме мы видим прообраз как раз Пресвятой Богородицы, потому что она хранила Бога человека, когда он родился в мире, ровно так же, как вот в храме хранились, скрижались с законом. Уже новый закон есть он, и вот он воплотился через Богородицу. Поэтому вот во время Великого Поста, когда служится литургия Василия Великого по воскресеньям и по большим праздникам, в конце анафоре, то есть главной части Божественной Литургии, «Вместо молитвы достойной есть», мы читаем «А тебе радуется», написано Иоанном Дамаскином, где говорится о том, что Пресвятая Богородица, она есть освященный храм. «И как там сказано, ложественна Бо твоя престол сотворил, и чрево твое в простране небес соделал Бог». То есть как раз она есть храм. И вот через нее и осуществляется это обетование, что вот пришел в мир Иисус Христос. Потом мы читали из Евангелия от Марка, как Господь спросил своих учеников, за кого Его почитают люди. И они отвечали, что некоторые за Иоанна Крестителя, другие за Илью. А потом Христос спросил своих самых близких друзей, учеников, а вы за кого вы Меня почитаете. И вот один только Петр, наверное, от имени всех, сказал «Ты Христос». Вот это очень важный вопрос, который и нам сдает Христос. За кого вы Меня почитаете? То есть кто Я для вас? Только историческое лицо, скажем, персонаж истории человеческой, или действительно Христос, то есть Господин нашей жизни? Притом вопрос, не надо понять так, веруем ли мы, что Он есть Христос, что Он Господь, а действительно царствует ли Он в моей личной жизни? Вот в чем смысл, экзистенциальный смысл этот вопрос для каждого из нас. И, безусловно, Великий Пост, очень благоприятное время, чтобы мы себе задавали вот этот единственный вопрос. Кто для Меня Христос? Давайте будем действительно об этом думать. И будем думать, действительно ли Он в центре всего. Действительно Он есть, средоточен всего для нашей, в нашей духовной жизни. Потому что ничего другого как раз в сердце Вин нашей духовной жизни, кроме Христа, не должно быть. Аминь.